Мы представляем вам следующего доктора, который будет оперировать также на лазере ФС-200. Мы будем проводить имплантацию интерстравмальных роговичных сегментов. Оперировать будет наш коллега из филиала Волгоградского МНТК микрохирургии глаза имени академика Фёдорова Елена Геннадьевна Соловкова. Мы коротко опишем вам ситуацию, с которой нам приходится сталкиваться в данный момент. Это пациент 35 лет, молодой. На правый глаз выставлен диагноз кератоконус третьей стадии, на левый кератоконус первой стадии. И в данном случае мы видим из амминистических данных, что 15 лет назад была проведена склеропластика на оба глаза. По данным объективного осмотра мы видим стандартную картину для кератоконуса. И дооперационная диагностика нам показывает, что правый глаз коррегирует с достаточно высокой коррекцией сферической, так и сцилиндрической до 20%. Левый глаз у нас видит 7 строчек, поэтому основные лечебные манипуляции будут направлены на правый глаз в данном случае. Передняя камера несколько глубже на правом глазу и количество эндотелиальных клеток сравнимо на оба глаза. По оптическо-когерентной томографии, что является сейчас золотым стандартным обследованием данной категории пациента, мы видим, что 5-7-миллиметровая зона, та зона, которая нас больше интересует сейчас, составляет 516 микрон. Центральная, средняя величина 454 микрона. И кератопографическая карта. Мы видим также характерную для кератоконуса картину. В принципе, сейчас мы готовы переключиться на операционный зал. Как вы нас слышите? Слышим вас хорошо. Можете нам пару слов сказать о том, сколько сегментов вы имплантировать планируете? О некоторых подготовительных этапах, пожалуйста. Доброе утро, уважаемые коллеги. Сегодня мы планируем операцию выполнить пациента на правом глазу. Учитывая кератопографическую картину, мы рассчитали по номограмме кероринг и планируем сегодня имплантировать один роговичный сегмент с параметрами 160 на 200. Имплантироваться он будет в нижний отделе, в зоне наибольшей эктазии, как видно на кератопограмме. Роговичный разрез планируется на 170 градусов выполнить. Мы можем начинать операцию. Прикройте, пожалуйста, глаза, Анатолий. Анатолий, анестетик. Расслабьтесь, пожалуйста. Елена Геннадьевна, Вы оперируете под капельной анестезией, как правило, этих пациентов? Мы оперируем под инстилляционную анестезию, инстиллированный раствор лукаина. Сейчас я устанавливаю блефоростат. И мы начнем операцию. Я немножко потяну. Мы перемещаемся под фемтосекундный лазер для того, чтобы выполнить первый этап операции, формирование роговичного туннеля. Для того, чтобы этот этап успешно выполнить, нам необходимо правильно позиционировать пациента под лазерной апертурой. И здесь нам очень важно, чтобы пациент смотрел в центр светящегося осветителя. Сейчас мы перемещаемся правым глазом под лазерную апертуру. Несколько ускорю процесс. Итак, Анатолий, Ваш ориентир – это центр кольца светящегося. Немного попрошу приподнять голову вверх и чуть-чуть склоним налево, потому что здесь есть определенные анатомические особенности. Достаточно крутая переносица. Смотреть нужно прямо в центр кольца, Анатолий. Мы видим, что здесь достаточно явно есть смещение верхушки кератоконуса относительно анатомической оси. Так, Анатолий, в таком положении нужно замереть. И мы приступаем к проведению первого этапа. Установку вакуумного кольца. Центрируемся мы относительно лимба. Смотреть прямо, Анатолий, прямо. Сейчас почувствуете легкое давление. Так, уровень вакуума необходимый достигнут. И переходим к этапу апланации. Опускаем апланационный конус. Центр кольца. Медленно, плавно. Елена Геннадьевна, Вы немного ротируете конус, чтобы более правильно определиться. Несколько ротирует для того, чтобы достичь оптимальной апланации. Вот сейчас Вы видите проекцию тоннеля. Мы немножечко смещаемся в зону наибольшей эктазии. Я считаю, что это оптимально, да. И мы можем начать. Работает 7-секундный лазер. Формируется туннель, платформа и разрез. И вот так быстро происходит формирование роговичного туннеля. При механическом формировании времени уходит на это гораздо больше. Елена Геннадьевна, Вы немного отошли от проекции зрачка к низу. Вы это делаете для того, чтобы засвета не было от сегмента. С какой целью? Почему Вы не центральным пузырачком делаете? Да, я поняла Ваш вопрос. Я это делаю для того, чтобы сегмент был позиционирован в зоне максимальной эктазии. Ну и плюс, да, чтобы уменьшить засветы в скотопических условиях. Сейчас мы должны переместиться под другой микроскоп. Имплантацию сегмента мы будем проводить под микроскопом эксимерного лазера EX500 ALCON. Пока Вы переходите, Елена Геннадьевна, скажите, пожалуйста, Вы учитываете каким-то образом циклоротацию, когда пациент ложится в горизонтальное положение? Мы знаем, что глазное яблоко немножко ротируется. Поэтому, например, я перед тем, как выполнять туннель, я обычно отмечаю все-таки горизонтальный меридиан, чтобы понять, насколько план операции соответствует реальному положению глаза. Каков Ваш опыт в этом вопросе? Безусловно, Борис Сударыч, это необходимо учитывать. Мы в Волгограде даже используем для этой цели верион, для того, чтобы вот этот момент циклорсия учитывать. В данном случае мы визуально определяем горизонтальный меридиан. Но фентосекундный лазер FS200 позволяет нам достаточно точно по градусам выполнять роговичный разрез. То есть сейчас мы его запрограммировали на 170 градусах, и на 170 градусов мы его получили. Так, увеличим несколько освещения. Итак, мы под микроскопом эксимерного лазера EX500. Повторяю анестезию. И попрошу вас, Анатолий, смотреть прямо. Да-да-да-да-да, сейчас мы настроимся. Попрошу секундочку подождать. Итак, мы фокусим. Немного увеличения. Сделаю побольше. Можно увеличение чуть-чуть побольше? Да, чуть-чуть. Да, достаточно. Увлажним роговицом. Итак, Анатолий, вам нужно будет смотреть на зеленый мигающий огонек, крючочек вначале для ревизии. Вначале я проведу ревизию роговичного разреза, полученного нами. И ревизию роговичного туннеля. Небольшую, используя для этого тупой расслаиватель. Для того, чтобы убедиться, что мы вошли в роговичный туннель. И теперь переходим непосредственно к имплантации сегмента. Мы используем сегменты производства НЭП, микрохирургия глаза. Несмотря на то, что рассчитывали мы сегмент по номограмме Кераринг, но лазер имеет универсальные настройки, поэтому эти сегменты можно вполне применять при этой номограмме. Прежде чем сегмент имплантировать, необходимо нам проверить его правильное положение, поскольку есть внутренняя сторона плоская и наружная сторона выпуклая. Так вот мы должны имплантировать сегмент выпуклой стороной кверху. Проверяем это и переходим уже непосредственно к имплантации, к введению сегмента в туннель. Итак, вот роговичный туннель у нас вскрыт. Сегмент вошел в туннель, я его продвигаю по туннелю. Вы видите, как легко сегмент проходит по туннелю. Это говорит о том, что рез темтосекундного лазера СВС-200 очень качественный. Можно еще? Елена Геннадьевна, а от величины... То есть дополнительного расслаивания нам... От величины сегмента вы меняете параметры лазера, ширину тоннеля, например? Ну, безусловно, да. Если 200, 250, то разница какая у вас по туннелю. Необходимо учитывать. Да, чем меньше сегмент, тем уже туннель. То есть стандартные параметры 5, 0, 6 и 2. В данном случае мы несколько расширили 6, 3, но для того, чтобы мы никаких препятствий не получили во время имплантации. Итак, сегмент в туннеле. Для того, чтобы окончательно его правильное положение достичь, я воспользуюсь толкателем и проведу туннель ориентировочно на 20 градусов от места входа в туннель. А вы предпочитаете использовать один сегмент, либо у вас есть какие-то клинические ситуации, когда вы два сегмента используете, смыкаете, не смыкаете их? Да. Почему вы решили сделать кольцо? Ну, во-первых, учитывая то, что это правый глаз, для хирурга это, ну, для меня это более удобно, скажем так. Ну, верхнюю часть туннеля вы не используете. Зачем вы его расслоивали? Там, по-моему, эти программы заложены. Я прошу повторить вопрос. Вот вы сделали кольцевидный туннель, а имплантируете один сегмент. Да. Нельзя было ли сделать только снизу расслоение для конкретного сегмента? Или это система не позволяет? Ну, это настройки лазера. Поэтому здесь мы можем выполнить только кольцевидный туннель. Здесь не предусмотрена возможность формирования именно туннелей под каждый сегмент. Поэтому здесь формируется только кольцо, а хирург позиционирует в то положение, которое необходимо. Ну, вот, положение сегмента правильно у нас достигнуто. В данном случае, ну, и вообще при выполнении такого вида операции, нет необходимости накладывать роговичный шов на разрез или накладывать бандажную контактную линзу. Мы инстеллировали раствор антибиотикой. В принципе, я операцию могу закончить. Елена Геннадьевна, вот какое минимальное расстояние должно быть между краем разреза и краем самого сегмента? Там очень важно. Оптимально 20 градусов необходимо соблюдать, не менее 20 градусов. Что в данном случае достигнуто? Нет, нет, край разреза, вот вы сейчас от края разреза ушли. На какое расстояние? И край самого сегмента? Да. Вы же не можете оставить край сегмента на краю разреза? Нет, этого делать нельзя. Мы боимся экспланации сегмента и оптимально оставлять, то есть продвигать сегмент по тоннелю на 20 градусов. От края, от разреза. Большое спасибо, Елена Геннадьевна, за прекрасную хирургию. Большое спасибо, Елена Геннадьевна, за прекрасную хирургию. Удачи!